Если у вас не было возможности поиграть в Battle for Azeroth на официальном сервере, и вы хотели пройти события этого аддона от начала до конца, тогда это новость для вас. На проекте WoW Circle 23 октября открылся новый сервер по Battle for Azeroth с рейтами X11. Вас ждет постепенное открытие контента, отдельная независимая команда разработчиков и интересные модификации, не влияющие на игровой процесс. Начать играть на сервере и получить более подробную информацию вы можете по ссылке в описании. Приветствую вас, друзья, или как говорят ночные эльфы, и Шнуала. Сегодня мы поговорим о Сильване Витрокрылой как о вожде Орды. Насколько многое она сделала для своей фракции во время своего правления. Ведь очень часто можно было слышать на протяжении битвы за Азерот то, что Сильвана лучше вождь, лучше нее не будет, она сделала для Орды больше всех и так далее. Да и сейчас в принципе из 4300 проголосовавших 1548 человек проголосовали за то, что Сильвана это плохой вождь и 1462 зрители считают, что Сильвана была хорошим вождем. Несмотря на то, что в конце БФА и Шадоуленд, соответственно, мы узнали, что Сильвана просто манипулировала Ордой как хотела. И отсюда складывается вопрос, может ли она вообще подавать свою кандидатуру на это звание? Мы не будем обсуждать ее личность, была ли она добрая или злой. Просто глядя на действия Сильваны, мы постараемся определить, принесла она Орде гораздо больше пользы, чем вреда, или наоборот, сделала ли она для Орды больше, чем предыдущие лидеры? Уважали ли ее в Орде? Обо всем об этом мы не только поговорим в этом ролике. В конце патча 9.1 нас ждала ожидаемая развязка событий. Сильвана оказалась не той, за кого себя выдает на самом деле. Она была лишена части души, а значит не могла рационально оценивать свои действия. Следуя из описания одной главы сборника сказок по World of Warcraft, Сильвана была лишена любви и мужества в тот момент, когда Артас пронзил ее тело ледяной скорбью. Ледяная скорбь в свое время отправляла особо ценные души на хранение тюремщику. У него хранились души Артаса, Утера, Сильваны, Антонидаса и так далее. То есть в промежутке между своим обращением в банше и до конца патча 9.1 Сильвана не являлась самой собой на 100%. Этим можно объяснить ее не самые рациональные поступки. Она всегда старалась держаться тени, не выползать из-под города, а в Лич Кинге с ее руки была создана чума, с помощью которой было уничтожено войско Орды во главе с Драношем, сыном Саурфанга, и войско Альянса во главе с Болвером Фордрагоном. Так что маг Гара с Вараком Саурфанга можно обозначить месть за сына. Сама же Сильвана к ответственности не была привлечена, потому что очень умело замела все следы. Один лишь Горош не доверял Сильване, он видел в ней что-то ужасное. То, что не должно присутствовать в истинной Орде. Он даже назвал ее бич той еючкой в одном из квестовых диалогов Серебряного Бора. Пошло время, и в событиях Легиона Волджун назначил Сильвану вождем. Как мы уже знаем, это было тщательно спланированное мероприятие, организованное с руки Мвезалы. Банши, за исключением старта, провела вторжение Легиона, преследуя свои собственные цели, сражаясь с Гилнесцами. Не совсем по ее вине, но все же. Ведь Гилнесцы напали первые, но больше мы Сильвану не видели. Она так и продолжила сражаться с ними. ! Наступила битва за Азерот, и Сильвана разрабатывала план по уничтожению Альянса. И вот вроде бы этот план начал воплощаться в жизнь. Сильвана смогла сжечь Тельдрасил. На этом, можно сказать, ее подвиги в битве за Азерот заканчиваются. Почему на этом подвиги Сильваны заканчиваются, спросят некоторые ордынцы. Сами посудите, за сожжением Тельдрасила последовало уничтожение Лордерона. Атаку отбить не удалось, размен получился один к одному. Сожжение древа повлекло за собой четвертую войну, которая унесла много жизней, что было на руку Сильване. Можно сказать, далее она никак не руководила Ордой, как писал Агмот, Силуэт, окутанный тенями, подводил стадо овец к обрыву, а те прыгали и шмякались об землю, разбиваясь насмерть. А вот вороны пировали телами, набивая себе брюхо. Загибайте пальцы. Битва за Низину Орати была проиграна, Альянс отвоевал себе эти земли и стал расширять свое влияние на запад, это минус. Битва за Темные берега была проиграна, ночные эльфы и ворги наотвоевали свой дом, это опять минус для Орды. Городок Баринадам в долине Штормсонг был отвоеван Альянсом обратно. Еще один минус. Нападение на Култирос не состоялось, погибло много ордынцев, опять минус. Битва за Дазара Лор была выиграна Альянсом, король Зандаларов был убит, Альянс не потерял практически никого, так как Мегакрут впоследствии выжил. Более того, весь флот Зандаларов, который по задумке Сильваны должен был быть направлен на уничтожение Штормграда, тоже был потоплен. Это гигантский минус. Что же касательно присоединения союзников в Орду, Сильване очень часто это приписывают, и я когда-то об этом говорил, но по факту здесь нет заслуги Банше. Те, кого она привела в Орду, последовали не за ней, как тролли и таурены последовали за Тралом, за то, что он помог им, а за другими лидерами Орды. Талисра закатила истерику из-за слов Тиранда и влюбилась в Лортемара, только так ночнорожденные вошли в Орду. Майла Крутогор хотела получше узнать других Тауренов и присоединилась к Орде. Макхары бежали из разрушенного мира, им просто некуда было больше деваться. Вульперы присоединились только потому, что Альянс выжигал их огнеметами в Олдуне. А Зандалары присоединились к Орде, потому что Андуин держал королеву Зандаларов у себя в тюрьме. В итоге Четвертую войну выиграл Альянс на очень выгодных условиях. Об этом нам говорит Матиас Шоу и Натанос в патче 8.1. То есть, казалось бы, со стороны Сильваны было много действий, но тот результат, которому они привели, был катастрофический для всей фракции. Даже если заметить маленькую деталь, Сильвана дала оркам щиты и мечи, а своему народу пушки и новую крепкую амуницию. Сильвана построила новые корабли в стилистике отрекшихся и развила новые штаммы чумы, а для других раз никаких новшеств. Хоть и остальная орда для нее ничего не значила, собственный народ она все же продолжила поддерживать. До тех пор, пока не сказала, что вся орда ничто. Сильвану больше боялись, чем уважали. Нельзя сказать, что Сильвана сделала для орды больше, чем другие вожди. За исключением, наверное, Володжина, который вообще никак не проявился. Сильвана принесла орде много вреда, от которого предстоит еще долгое время оправляться. Сильвана старалась действовать всегда только в своих интересах и не задумывалась о последствиях для народа. Величие лидеров измеряется их наследием. Сильвана же только все разрушала своими действиями. Трал обосновал для новой орды новую родину, благодаря стратегическим союзам, общим ценностям и доверию к другим. Его умеренная сострадательная натура позволяла ему твердо судить о том, когда действовать, а когда ничего не делать. Из-за этого он считается великим лидером, несмотря на все недостатки и ошибки, совершенные им. Горош хоть и кончил плохо, но все же смог оставить после себя обшитый железными пластинами аргримар. Флот, армию, новое оружие и авиацию. Сильвана же всеми силами старалась разрушить в орде то, что уже было построено. Но у нее это не вышло. Да и сейчас мы понимаем мотивы, которые ей двигали. Что же будет с ней дальше? Сказать достаточно сложно, так как если Близзард решат оставить ее на плаву, то она получит суд. Весь Азерот охотился за ней в романе «Восход теней». Конечно, все хотят, особенно Альянс, добиться правосудия. Если же Близзард посчитает, что Сильваны хватит, то она может получить дугу искупления. Пожертвует собой ради спасения мира, что в принципе тоже неплохо. Думаю, что теперь у вас не будет сложности в ответе на вопрос, была ли Сильвана хорошим вождем Орды. И мне было интересно разложить все по полочкам. Для вас был рад стараться, лунный монах. Предлагаю вам посмотреть один из следующих интереснейших роликов. Продолжение следует...